Ну что ж, вот наши братья гномы пришли. Вот они уже тут сидят и ждут нас. Здрасте Андрей, здрасте Денис, здрасте там Хитмон Ли, Хитмон Чан. Сейчас мы будем начинать с церемонию переноса тел людей в покемонов, людей в покемонов. И давайте же сразу же будем приступать. Тебя Андрей с лазуритных гномов и тебя Денис с лазуритных гномов. Я сейчас буду переносить в тела покемонов. То есть в вашу честь, ребята, я буду называть этих покемонов. Ну и давайте же приступим к нашему обряду, магическому обряду, где нужно будет произносить какое-то специфическое заклинание. Сразу вот тут возле этого алтаря. Давайте. Так, стоп. Почему лазуритный гном Андрей и Денис стали покемонами? И почему это произошло? Давайте посмотрим все с самого начала. За 20 минут до этого. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И перед тем, как приступить к нашему путешествию в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение ждет нас в этой серии. Не забываем в нем участвовать. Ну вот и все, ребята. Сейчас мы будем приступать к нашим планам. Первый план это одеть наушники, потому что я просто-напросто забыл их одеть перед серией, только сейчас вспомнил. И дальше. Знаете что? Я вне серии словил Хитмон Чана и Хитмун Ли. Двух братьев боксеров и каратистов. Вы спросите, зачем? Перед тем, как я объясню, давайте я посмотрю. Да, вот он. Хитмон Чан 36 и Хитмун Ли 32 уровень. Вы спросите, зачем я их словил? Кто не знает, кто только присоединился к нашему сезону или кто забыл. В этом сезоне мы называем наших покемонов, когда мы их уже докачали и выкладываем в компьютер, или даже можно на начале, я не знаю, как мы это делали, я уже забыл. Мы называем их в честь летсплейщиков, в честь знаменитых людей, которые, в принципе, многие кто ценят. И давайте мы сразу же посмотрим, кто у нас уже есть, кого мы уже называли. У нас есть Филиппин, Сова, у нас есть Ивангай, у нас есть вот тут Фрост, у нас есть вот тут Лололошка. И Риолу у нас, наверное, будет Зебрендитом, как мы уже давно договаривались. И знаете что? Вот Инфернейпа, в принципе, уже можно выложить. Инфернейпа, мне кажется, можно уже выложить, потому что он уже 40 уровень. Ну, конечно, мы еще не назвали никого, мы еще не назвали Инфернейпа ни в честь, ни в кого, но... Наверное, давайте мы сначала его выложим. Потом вернемся к этому и назовем, я не знаю, как многие меня там просили, я не знаю, может Демастер, может Семченко, потому что мне говорили то ли то, то ли то, вот этих двух людей я запомнил. Потом, если вы хотите, может кого-то другого назовем. Вот, ребята, Хитмун Чан и вот Хитмун Ли. Знаете, зачем я их словил? Затем то, что в этой серии мы будем называть их. Мы будем называть Хитмун Чана и мы будем называть Хитмун Ли. Ух ты, они прям какие-то огромные, наверное, нужно будет сейчас поменять. К концу серии я, наверное, поменяю размер Хитмун Чана, потому что я хочу, чтобы они между собой сочетались. В честь кого я их буду называть? Я давно уже смотрю Лазуритных Домов, если честно, Андрей и Денис, мне кажется, позитивные люди и иногда, если честно, меня даже очень сильно прикалывает. Поэтому я решил назвать этих двух покемонов в честь них. Почему именно они? Ну, я не знаю, честно. Ну, они более-менее так сочетаются. Это бред бы было, если бы я, например, там назвал Инфернейпа и там Пиджия, да, Пиджия в честь Андрея, Инфернейпа в честь Дениса. Какой смысл? А так есть какой-то смысл, потому что Хитмун Ли и Хитмун Чан это такие, идут с одной эволюции покемоны. Один каратист, один боксер. Поэтому такая семейка, знаете, каратист и боксер между собой всегда. Ну, это я так, конечно, образно, но все же. А в конце серии мы, наверное, этим займемся или я, честно, пока что не знаю когда, но, наверное, в этой серии мы это сделаем. Так. Фух. Сейчас. Сейчас, сейчас это пока что мы отложим на конец серии. А сейчас, знаете, так, сразу, сразу, пока я не забыл. Нет, сразу давайте соберем апреконы, пока я не забыл. И сразу же я вам расскажу то, что я поменял цену в магазине на Орб, да. Я в предыдущей версии, в предыдущей серии я у вас спрашивал, ребята, какую цену поставить на Орб в магазине. Пять Орбов больше, ну, за Орб цену в магазине. А пять серебряных монет, или там, десять, или три. Большинство было за три монеты, да, потому что десять, ну, это как бы уже чересчур. Пять это даже много, можно сказать, а три это как раз идеально. Потому что Орб у нас, в предыдущем сезоне у нас было ящики, сундуки, сундуки, сундуки этих забитых, забитые сундуки с этими Орбами, Орбами. Мы их, если честно, даже не использовали. В этом сезоне у нас их столько нету, потому что это намного хардкорнее сезон. У нас нету ни покерадара, ни версии новой, а поэтому мы не можем ни боссов найти, ничего. А чтобы найти Орб, мне кажется, много так времени пройдет, чтобы мы его смогли найти. Поэтому я поставил три стака. У нас сейчас есть два с половиной стака. В этой серии мы попробуем набить три стака, найти водный камень, превратить Орб в Орб, который поможет нам заспавнить Артикуну. И потом дальше пойти и пойти и пойти и пойти и пойти дальше бить ресурсы для того, чтобы потом купить Мастер Бул и заспавнить нашего первого легендарного покемона. Это у нас будет Артикуну. Зачем я включил геймод, вы меня спросите? А затем, что я хочу сейчас сразу же поставить в продажу. Это специальный мод Custom NPS. Кто не знает, ребята, мы им пользуемся практически каждый сезон. Это мы делаем себе продавцов. Еще расскажу для тех, кто, может, только что присоединился. Я, если честно, пока что не знаю, какая... О, это я случайно выкинул. Да ты твою нафиг! Вот. Вот сюда. Это, это, это. Вот так и 12. Мне кажется, будет нормально. Если честно, пока что не знаю, какая стоимость у нас будет в... Какая стоимость Мастер Бола у нас будет? Десять? Меньше, чем 10 серебряных монет? Это очень мало. Десять более-менее. Если мы поставим 15, мне кажется, это уже будет слишком много. 15 стаков бронзовых монет. Вот у нас обменник. Стак бронзовых монет, это у нас одна серебряная монета. Вот так получаем бронзовые монеты. Вот так мы получаем бронзовые монеты. И потом обмениваем на серебряные. 15 серебряных, то есть 15 стаков бронзовых, мне кажется, это будет очень много. А 12 это не очень мало Не очень много Как раз такой золотой среднячек Мне кажется это реально будет очень круто Ну и вот ребята Вот, 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 вот Нам еще нужно чуть-чуть больше чем пол стака Вот тут у нас есть вот эти все А что мы можем Так, сейчас, вот, вот тут Да, вот так Да, одну мы продали Давайте идем Спайкс Идем вот сюда, во Так, знаете что, перед тем Дайте я вот сюда отойду немного Выкину вот это, выкину вот это, выкину вот это Выкину вот это, вот это Замечательно Фух, так, дайте я немного инвентарь свой чищу Вот так Вот так и вот так Вот, замечательно Это я не чищу, потому что эти ресурсы мы будем выбивать сейчас магнимайтов Поэтому нормально Потопали, 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 потопали Нам нужно Иди сюда, на принципе, даже круто Если ты на нас бы сам напал Но видна ленивая задница, на которую он уже самому нападал Смотрите, с одного монстра выпало 1 лед и 2 рыбы Это можно сказать 3 бронзовых монеты нам выпало с одного покемона Сейчас мы идем убиваем магнимайта С магнимайта нам выпало 2 редстоуна и 1 алюминий 1 алюминий это 1 бронзовая монета 16 редстоуна это 1 бронзовая монета То есть редстоун у нас не очень так ценится Да, редстоун не очень так много выпадает с покемонов Но что нам помешает пойти в шахту и за 10 минут набить 10 стаков редстоуна и это все попродавать Это реально будет очень много Вот смотрите, сейчас 2 редстоуна с покемона выпало Мэджикарпы, мэджикарпы, мэджикарпушки В принципе, знаете что? Даже мэджикарпов можно поубивать Мы, конечно, на них не прокачаемся Мы, конечно, на них не... Да, попадите, 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 попадите Я не знаю, вот туда я не попал Да, в жопу вас То есть... Мэджикарпы, может, там где-то и есть какие-то босики Но вряд ли мы их сейчас заметим Три рыбочки, три рыбочки На принципе, не то, что даже боссы А даже обычные вот эти мэджикарпы Очень полезные, потому что с мэджикарпов можно выбить... С мэджикарпов можно выбить рыбу, которую мы потом сможем продать На принципе, мне кажется, уже много ресурсов у нас есть, которые мы сейчас можем пойти домой и продать Даже вот эти же... Вот... Даже вот эти же флаффи, марипы... Даже вот эта же шерсть, это нормально 7 шерсти, 7 бронзовых монет Тут уже у нас 14 есть Вот, смотри, тут у нас уже 14 есть Тут у нас уже 15 есть Нормально Ух ты, нифига себе, снег пошел Снег, снег, снег Как я давно снег не видел, вы себе не представляете Вы себе не представляете Я как раз живу в такой зоне Кто не знал, я живу в Португалии Потому что многие меня там спрашивают Эдисон, где ты живешь, где ты живешь? Я уже много раз говорил Но не все знают Может кто-то забывает Может кто-то... Ну, просто еще не знает Не смотрел, когда я говорил Я живу в Португалии Тут как раз такая зона Может где-то в других там частях Португалии и падает И дождь, и снег Да, ребята, и дождь, и снег А у меня даже дождь не падает Если у меня выпадет дождь один раз там за 5 месяцев То это будет чудо Это будет большое чудо Потому что... Ну, сейчас у меня... Ну... Градусов 40-42 У меня стабильно летом около доходит до 50 градусов Да? То есть... Сейчас... Кем бы тебя запинать? Раз в неделю у меня около 50 градусов Да, где-то вот так А вот так стабильно 40-42 градуса Это жопа, ребята Тут так жарко, вы себе не представляете И снег я видел Ну, сколько я тут живу? Ну, около 5-6 лет назад я видел последний раз снег Если я вижу дождь Раз в полгода То, что я вижу снег Это, ребята... Это... Это я не... Это как увидеть, я не знаю, там Деда Мороза Или я не знаю Кого-то Тут нереально Тут люди живут, даже не знают, как выглядит снег Потому что они никогда его не видели Да какой снег? Они бы тут нафиг поумирали все Для них тут 15 градусов 15 градусов тепла Это уже можно умирать Потому что это уже нереально Нереально Дубарина Очень холодно 15 градусов Я хожу в майке В шортах Они тут в десятерых фуфайках ходят И уже умирают Ну, у них нере на себе Как? Как тут? Как тут холодно? Эдисон придурок В майке и в этих И в шорта ходит Но, все же, ребята Поэтому Если я в жизни хотя бы не вижу Это... Дайте я сначала выключу шейдеры А то ночью реально Ничего не видно А Как? Что? Да Там, там дождь падает Тут снег падает Если я хотя бы в жизни Уже 5-6 лет Не видел снег То дайте я хотя бы порадуюсь снегу В Майнкрафте Это реально будет для меня чудо Даже в том же майне увидеть Снег Это реально Ладно 38-й уровень Давайте мы его быстренько запинаем Вот так Вот так И еще раз Вот Ух А, нормально Нормально Ну что, хватит у нас там ресурсов 19 13 4 7 20 Нифига себе 20 20 мяса мы уже где-то выбили Интересно где Наверное с пылесосов Наверное с пылесосов мы выбили Ну, нормально Так Так Нормально Дальше Дальше О, нифига себе Как мы его Не хочу Я не люблю такие вот тут Атаки в одиночке Да, которые там Усыпляют Или еще что-то это делают Я не вижу в этом смысле В одиночке Вот сейчас он спит Да, он заснул Круто И давайте мы еще Запинаем Запинаем пылесоса Пилосвайн мы называем Пылесосом Он и выглядит В принципе Как пылесос Какой-то Я не знаю Ящик такой Да, или Ящики С хоботом Ну, с хоботом Да, или что-то Это другое Что там торчит Да, или что-то Просто пилосвайн Мы называем Пылесосом Нормально Босики Не Никого нету Никаких босиков Ну что, как вы думаете Хватит уже нам Вот этих Вот этих ресурсов Которые мы только что добыли Мне кажется Хватит Мне кажется Даже Перехватит Во, нормально Мы даже себе Уровень подняли Пятьдесятый уровень Почему так мало боссов Точнее Вообще боссов нету Как-то в предыдущем сезоне В этом зимнем биоме Столько боссов было Что вы себе не представляете Что каждую серию Как мы только заходили В этот зимний биом То мы за две минуты Могли найти около Около двух боссов То есть каждую минуту Можно сказать Мы встречали по одному боссу Сейчас хоть Да, ладно Я согласен Что нету покерадара Но Все же Сколько мы покемонов Видим за одну серию Это очень много А боссов К сожалению Нету Единственный босс Нам встретился Вроде во второй серии Это был Сорок четвертый Нифига себе Я даже запомнил Какой это уровень был Это был сорок четвертый Уровень Вульпикс Красный Который заспанился Возле нашего дома Но к сожалению Мы его не смогли убить Потому что Это было Был только Было начало сезона И у нас был только Гротл Там какой Восемнадцатый Девятнадцатый Двадцатый Уровень Что-то около этого И мы двадцатым уровнем Травяным покемоном Никак не смогли бы Убить сорок пятого Уровня Огненного покемона Просто потому что Он нас убивал С одного удара Ну Я смирился И сказал Ну не то что смирился Я не смирился То что мы не смогли убить А босса Сказал Вот мать твою Повезло тебе Что мы тебя Не смогли убить И не сможем сейчас убить Были бы у меня Какие-то Получше покемоны Я бы у тебя уже Расстрелял там на месте Если бы смог Ну все Все-все-все-все-все Ребята Мы возвращаемся домой Я уже не вижу смысла Там оставаться Включаем шейдеры Потому что Мы сейчас пойдем Поспим Во-первых Дождь пропадет А во-вторых Наступит утро Потому что Я не хочу Ночью Ничего делать Ху Давайте сразу же покушаем Покушаем Так Обменник Продажа вещей Нам нужно Во Офигеть Сколько у нас Так Нам еще нужно Шесть Нам еще Десять штук Нужно Вот тут Девять штук Мы заберем И вот тут Одну мы заберем Все Все Обменник Один Сюда Куда Куда ты убежал Два Три Опа И смотрите Сколько мы ресурсов Набили У нас еще есть Смотрите У нас еще есть Шесть Бронзовых монет Вот тут Двадцать восемь Вот тут То есть получается Тридцать четыре Тут Тридцать пять Тридцать восемь Тридцать шесть Тридцать семь Тридцать восемь Ну Это мы уже не считаем Короче еще около И вот тут еще есть Нормально Там еще Ну короче Тридцать пять Пускай будет вот так Хух Орб Здрасте Здрасте Действительно Нужный Первый Нужный Предмет Нам В этом Сезоне Ох какой там Орб Ох какой Какой орбишка Прозрачный Прям мы можем Сквозь него смотреть Круто Круто Я реально рад Литвик Ой Тип Литвик Пожалуйста Я хочу Литвика словить Я хочу его реально словить Шанделур Так Квикбол Плюс К тому Нам нужен Новый Огненный Покемон И Литвик Ну Ничем не хуже Других Даже Даже Крутой Потому что Он Если честно Мне нравится Это круто Ребята Литвик Это круто У него Две А С одной Стороны Это круто Но С другой Он же Эволюционирует С лампентов Шанделюра С камнем Но Не как Пару Версий Назад С огненным Камнем А вроде С вот тем Я не помню Как он там Называется Даск Нет Не Даск Да Да Короче Не Даун Нет его вроде нельзя скрафтить его вроде нельзя скрафтить так же как и мунбол нельзя скрафтить не мунбол а мунстон нельзя же скрафтить где ты найдешь осколки мунного камня я если честно не знаю поэтому поэтому нам наверное нужно его будет ставить в продажу и копить ресурсы для того чтобы его купить сейчас у нас миссия сейчас у нас миссия я нет да иди ты в пень сейчас если честно как-то знаешь не до тебя покажи ему покажи ему frost надери ему его там все что угодно если конечно сможешь а так он усыпляет всех подряд усыпил всех нафиг кто там был всех практически наших покемонов так нормально я не знаю сможем мы в этой серии это сделать вряд ли нам нужно куда-то в другое место пойти допустим вот сюда вряд ли мы это сможем сделать в этой серии так залагала что-то потому что нам нужно идти 9 частей водного камня 9 частей они находятся под водой их можно найти вот тут я не знаю сможем и мы их найти потому что нам нужно скрафтить водный камень потом соединить орб с водным камнем чтобы у нас получился специальный орб для спавна 1 1 легендарного покемона в этом сезоне ухты люкс как думаете люкс и люкс рэй там 21 уровень 1 бол 1 бол нет ну нет так нет потом словим ребята потом словим сейчас я не хочу по этому поводу париться я не вижу что-то водных камней мне кажется мне если честно кажется мы сейчас быстрее найдем еще один омерил тоже прикольный покемона мне кажется мы сейчас быстрее найдем фосил под водой потому что ну не факт что мы его не сможем найти и он в океане очень просто одну очень часто спавится вот вроде или нет или мне кажется вот вроде один водный камень это он да это водный камень ребята и нам таких штук нужно нам таких нужно 9 штук частица водного камня для того вот видите частиц частица водного камня и когда мы сможем найти таких 9 штук мы их соединяем и краб вот еще один и крафтим полный как бы весь уже с частиц мы скрафтим один большой водный камень с помощью которого мы сможем эволюционировать не его не эволюционировать я почему-то задумался не эволюционировать а скрафтить нужный нам орб да скрафтить нужный нам орб вот может вот там еще мне кажется давайте еще туда до полы бьем мне кажется он спалится более в таких мелководных каких-то я не знаю вот еще один вот на таких более таких высоких высотах высоких высотах прям масло-масляные ну вот где-то на на такой высоте на 60 до может и так сказать от 50 до 60 то есть небольших таких озерах ручьях вот еще тут есть а где-то вот так вот еще там и есть а где-то вот так глубоко на 40 Over 30 мика как-то он не справиться где-то там уже прям знаете в таком большом океане и то есть на большой глубине ми касаться нужно там не заставиться там спаем sa fossile да это древние закаменелые покемон его там спалится вот тут еще один и там еще один то есть если вот этот мы Jewish этот табудем нас уже будет 6, а нам нужно 9 Давай, давай, давай Опа, давайте сначала лучше Так, где, 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 где? Вот он Давайте сначала лучше свежего Вот там еще один, да Давайте лучше воздуха Себе наберем, чем умирать, да Так, давай, давай, давай Вот, замечательно Шесть Нам сейчас нужно девять Я где-то вот тут видел, да, вот тут еще один Седьмой, то есть нам нужно еще три части Сейчас мы вот этот добудем И нужно будет 2 части Находим еще 2 Добываем и уходим мы с этого океана Уходим Или что это море там Так ищите ребята Ищите 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 Если найдете кричите Ищите и кричите Если я пропущу то хотя бы вы сможете это найти Вот еще один И вот еще один И вот еще один Тут в принципе их уже много стало Все 9 штучек нам хватит Зачем ребята Зачем нам нужно ставить в магазин Эти же камни Например тот же камень За 5 стаков За 5 серебряных монет Мы потом будем 5 серий Сидеть долбить Долбить вот эти ресурсы Ладно не 5 ладно 2 или 3 Чтобы потом пойти и купить себе один вот этот камень Чем мы сейчас пошли За 3 минуты О курсола здрасте Чем мы за 3 минуты там так проведала Знаете так перед нами прошла Привет ушла А чем мы сейчас за 2 за 3 минуты Добыли 9 штучек 9 частей водного камня Сейчас мы просто-напросто себе скрафтим И все И проще некуда Вот например тот же Мунстоун Я не знаю честно Но в предыдущих версиях Его нельзя было крафтить Тот же как и Санстоун То есть солнечный камень И так же как Даунстоун Или как он нам называется То есть Солнечный И мунный И даунстоун Ну хрен Ночной Или там темный Что-то в этом роде Их вроде нельзя крафтить Санстоун вроде Честно ребята Я не знаю Ну ладно Давайте крафтим Вот так Вот так Вот так Вот Ватерстоун Замечательно Соединяем Орб С Ватерстоуном Орб Офроцен Солс Как я знаю Его нужно сейчас Запол... Нифига себе Ну смотрите Смотрите Какой плюс Что Сейчас нужно заполнить Этот орб Вот даже в чат нам пишет Тебе нужно Еще 375 Убийств То есть нам нужно Убить 375 Покемонов Чтобы заполнить Этот орб Как только он у нас Будет заполнен Мы идем в алтарь Легендарного покемона Втыкаем орб В алтарь И у нас спавнится Легендарный покемон Артикуно Но Сейчас Пока мы будем Долбить Вот эти 375 Убийств За эти 375 Убийств Мы сможем Еще себе Нормально так Ресурсов наклепать Как только мы Заполним этот орб С теми всеми Ресурсами Которые мы уже Себе набьем За эти 375 Убийств Которые нам Сейчас предстоит Сделать Мы пойдем Обменяем Купим сразу же Себе мастер Бул Пойдем сразу же Заспавим Артикуна И сразу же Его словим Гениально Поэтому Поэтому ребята Наверное Так оно и будет Так оно и будет Так Вылечим давайте Нашего покемона Покемонов Ну и все Настало время Для вас Денис Андрей Мы будем Сейчас превращать В покемонов Сразу же Пойдем На наш Знаете Ритуал Там какой-то Не знаю Не знаю Кого это было Короче там Призывы Духов Да будем С одного тела Их Переносить В другое тело Да братья гномы Покемоны Даже стихами Сейчас заговорю Вот ребята Вот Типути Вот так Во Вот тут будет Проходить наш Обряд Ждем пока Пока братья гномы Придут Я их позвал Они сейчас к нам Сюда придут Ну уже там Я не знаю Немного подождать Пока они там Доберутся до этого места Поэтому сейчас Мы будем Их ждать Ну что ж Вот наши Братья гномы Пришли Вот они уже тут Сидят И ждут нас Здрасте Андрей Здрасте Денис Здрасте Там Хитмонли Хитмончан Сейчас мы будем Начинать Серемонию Переноса Тел Людей Покемонов Людей Покемонов И давайте же Сразу же Будем приступать Тебя Андрей С лазуритных гномов И тебя Денис С лазуритных гномов Я сейчас буду Переносить В тела Покемонов То есть В вашу честь Ребята Я буду называть Этих Покемонов Ну и давайте же Приступим К нашему Обряду Магическому Обряду Где нужно Будет Произносить Какое-то Специфическое Заклинание Сразу Вот тут Возле этого Алтаря Давайте Швайни Трайни Горобайни Залезайка Вылезайка Дрададайка Дрададайка Ну вот Ну вот И все Мы Перенесли Их души С тел Покемонов И смотрите Даже наши Покемоны Сейчас уже Носят Их имена Так же Как и эти Статуи А Их тела Лежат Мертвые Бездушные Потому что Души Мы перенесли В покемонов Ну Извиняюсь Андрей Извиняюсь Денис Но сейчас Вы уже Стали Покемонами И все Вот Мы провели Такой Небольшой Обряд И сейчас Ребята Мне кажется Это прикольно Было Потому что Ну что-то Новенькое Не каждой серии Мы же такие Обряды Делаем И на этом Мы уже будем Заканчивать Эту серию Я извиняюсь Что сейчас Я без камеры Но все же Ребята Давайте мы Быстренько Тпхаемся Домой Где наш дом Вот наш дом Тпхаемся Домой И на этом Мы будем Заканчивать Всем спасибо За просмотр Всем Удачи Также Не забываем Ставить лайки Если мы набираем 800 лайков Сразу же Выходит Новая Серия Покемонов Пиксельмона Когда это будет Завтра Послезавтра Или даже Сегодня Как я уже Много говорил Когда выходит Серия Зависит только От вас Вы ставите лайки Набираем нужное Количество лайков Сразу же Выходит Новая серия Поэтому ребята Если хотите Новую серию Увидеть завтра Или послезавтра Давайте наберем 800 лайков И также Если вы хотите Со мной Пообщаться Что-то Спросить Посоветовать Все что вам нужно Это просто Оставить свой Комментарий С каким-то Вопросом Я постараюсь Его прочитать И также Постараюсь На него Ответить И кто еще Не подписался Подписывайтесь Я рад Каждому Новому Подписчику Поэтому Не стесняемся Ребята Клацаем На кнопочку И подписываемся На мой канал Всем спасибо За просмотр Всем удачи Всем пока Редактор субтитров Редактор субтитров